привет 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 ребятушки давайте подсоберемся потому что сейчас через несколько минут с нами будет на связи наш специальный корреспондент олег который прямо сейчас находится в парижском диснейленде ну и собственно проведет полнейший разбор разоблачения dreamtrips ожидания реальность чем он там столкнулся насколько выгоднее вообще было ехать через dreamtrips кто вообще ездит в феврале вообще кому нужен практически зимний диснейленд поэтому друзья давайте подсобираем правило любого прямого эфира как так вот еще бы мнение никто не звонил брача привет привет да всем 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 привет так давай пару минуточек подождем сейчас подсоберется народ я пока тут уже рассказываю что с нами на связи специальный корреспондент олег прямо москва 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 как слышно что ты видишь что во место где ты сейчас находишься я вижу я вижу очень много плюшевых игрушек и просто сумасшедших взрослых столько взрослых сумасшедших на одном квадратный метр еще я никогда не забывайте про правила любого прямого эфира в правом нижнем углу ставим сердечки максимально набираем популярность потому что сейчас через несколько минут мы узнаем вообще просто все подробности всю правду как он на самом деле сейчас в париже вообще стоит туда ехать зачем вообще нужен dreamtrips для того чтобы поехать на диснейленд и все 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 подробности от нашего специального корреспондента олега так ну что я думаю для удобства выключу комментарии выключу комментарии наверно чтобы просто был максимального нет не выключу ничего олег ну что давай начнем собственно репортаж первый самый главный вопрос экстренные фирмы сделали между для того чтобы просто вот прям из центра событий рассказать первое впечатление мой первый вопрос я в диснейленд собираюсь уже знаешь несколько лет со своим ребенком и когда на платформе dreamtrips я видел несколько раз зимние поездки в диснейленд у меня сразу возникал вопрос а вообще кто-то едет в евроле в диснейленд кому-то нужен диснейленд зимой да друзья всем еще раз огромный привет я так я так понимаю что меня слышно видно потому что здесь вокруг какое-то сумасшествие несмотря на то что солнышко только пытается приглянуть сквозь область музыка играет очень много народу как вы видите что я хотел сказать на самом деле да все наверняка знают что у меня тоже есть ребенок десятилетий сын и конечно же наверное мечта каждого родителя а побывать здесь в диснейленде и увидеть на самом деле это сказку наяву потому что ну все таки это персонажи это та атмосфера в которой мы выросли когда-то но знаете почему мы на самом деле мы договорились с Ильей провести этот прямой эфир потому что перед тем как я сюда приехал не в тот момент когда я уже здесь находился первый день я слышал вот некоторых людей что были некие сомнения да то есть не то что сомнения вот были некие ожидания а потом эти ожидания на самом деле превратились какую-то другую реальность о чем я о чем я хочу сказать или о чем идет речь что есть ну естественно здесь в dreamtrips очень много родителей со своими детьми и наверняка каждый из вас который на сегодняшний день находится в бизнесе перед тем как вы начинали вам говорили да нет зачем вам это надо зачем этим заниматься тебе нужно чем-то другим и так далее то есть начали вас уговаривать и то же самое с этим dreamtrips я слышал от людей что им люди говорили что да куда вы едете что вас никто не встретит не будет никакого диснейленда не будет там никакой гостиницы что вы себе типа в голову там себе наметили или еще что то то есть представляете насколько люди ограничены насколько люди не верят в сегодняшних реалий что они даже способны просто говорить о том что куда ты едешь да ты еще и с ребенком туда едешь что этого всего не будет она токсичная даже можно так сказать да насколько она токсичная насколько она вот это все распространяет вокруг нас что вводит в нас какие-то сомнения которые по существу их просто нету да мы приехали сюда то есть мы заселились гостиница holiday in это вообще очень крупная гостиничная вообще сеть которая на сегодняшний день насчитывает больше тысячи гостиниц больше пяти континентов это очень мощная сеть у которых есть четыре скажем так или даже до четыре вида гостиниц от экономного до самого премиального есть holiday in express это такой более бюджетный вариант потом есть средний и самый топовый это holiday resort и holiday club vacation это в таких местах курортных где больше моря и так далее даже есть у них в сети гостиницы all inclusive наша гостиница она средняя то есть не сказать что она прям новая что и там последние 5-10 лет я думаю что лет 20 этой гостиницы но по крайней мере все чисто очень большой скажем так лобби самой гостиницы очень сытные завтраки по утрам у нас причины да были завтраки очень крутые завтраки и дальше у нас на три дня уже уже диснейленд и что я хочу сказать что вот да мы начали тему говорить о том что кто ездит в феврале вы посмотрите вот февраль месяц посмотрите сколько людей здесь просто на улицу я думаю что за один день здесь насчитается ну тысяч четыре наверно пять человек на одной территории здесь на самом деле две большие территории диснейленд парк и диснейленд студио это две большие территории с отдельным входом где есть различные скажем так разные развлечения то есть начиная от каких-то театральных постановок до аттракционах карусели и нахожусь посередине ол дисней парка где вот сзади меня находится вот сама этот самый замок это это все таки замок золушки или спящая красавица всех интересует вопрос а вы знаете я написал сообщение пока еще не ответили но я думаю что до вечера я дам ответ окей олег скажи пожалуйста тебя действительно встречал хост который есть скажем дрим-трифе как его зовут откуда он вообще как это происходит да смотрите в этом дрим-трифе хост на его зовут гория есть чем сравнивать потому что я был в пяти уже дрим-трифах я не скажу что есть большая разница потому что во всех дрим-трифах хостис они приветственные они улыбчивые сто процентов они все желтые и если взять по категориям вот да то есть те люди которые всегда готовы помогать как бы всегда идут на встречи хостис ее зовут дори она издание она издание она уже два года курирует этот дрим-триф кстати этот дрим-триф он два года как системе вот в нашей и она все дрим-трифы до этого дня все курировала в париже то есть она знает огромное количество людей которые сюда побывали поэтому она очень крутая она прям все ее любят все в нее влюбляются после этой поездки там дори дори она очень крутая женщина олег скажи а сколько людей вот с тобой находится в дрим-трифе и сколько стран приехала вот именно в это путешествие через нашу платформу больше семидесяти человек находится в дрим-трифе разные страны я слышал и англоязычных и румыны и есть даже еще из россии здесь люди очень много людей и семейных пар из из африки вот по крайней мере 45 языков которые я слышал в автобусе там или на завтраке собрались люди со всего мира зная даже африканцы что здесь на сегодняшний день в этот месяц холодно ну как холодно 7 8 12 градусов с чем сравнивать но для африканцев наверное это холодно но то что они испытывают здесь мне кажется они уже забывают какая здесь температура вот и стоит ли надеваться теплее скажи а все приехали с детьми или есть просто вот взрослые пары которые без детей в дрим-трифе большинство большинство человек конечно с детьми и даже не по одному у нас даже номер идет трехместный хотя мы заселились вдвоем даже я или она то есть у нас в обоих трехместный номер то есть три кровати там есть но заселились мы по двое ник никого нам туда не подселили никакую третий ребенка мы совершенно одни со своими детьми поэтому вот так вот проводим время сейчас кстати на третий день нам выдали еще одни билеты кстати я делал сравнение того сколько стоит потому что наверняка многих интересует стоимость и разница да разница того сколько бы это обошлась поездка если мы бы поехали бы самостоятельно и столько обошлась эта поездка в компании dreamtrip давайте расскажу этот тур вообще он 923 долларов без учета dreamtrip поинтов учетом dreamtrip поинтов там 200 чем-то где-то получается 600 680 долларов я конечно же не поленился я полностью разбирал этот тур гостиница только holiday in это гостиница на четыре дня именно эти дни с пятницы по вторника 4 ночи 5 дней она обходится в 488 долларов это только проживание даже без завтрака у нас включены и завтраки был включен даже один ужин дальше трансфер к примеру из города для того чтобы добраться сюда до территории вам в одну сторону на одного человека это где-то семь с половиной евро в общем где-то еще 60-70 евро на двоих туда-обратно на три дня вам придется тоже на это потратить это не говорить не говоря о каких-то условиях приехать на такси или каких-то это просто поезд поезд который остановка она находится прямо рядом главным входом диснейленде то есть можно выходить и тут же переходить дорогу уже войти на территории самого диснейленда ужин который включен я вам скажу что ужины в европе они далеко не дешевое удовольствие то есть ну примерно на одного человека чтобы вы понимали допустим поужинать макдональдс или в каком-то фастфуде на одного человека это будет 13-18 евро это фастфуд если в хорошем ресторане или хотя бы в пиццерию это будет 25-30 евро на человека ну где-то в итоге 60 евро мы здесь тоже сэкономили на этом помимо этого билеты которые входят на самого мероприятия диснейленд в первый день когда мы приехали нам дали по одному билету то есть два билета на два дня билет взрослый стоит 100 евро почему-то так а билет детский стоит 110 евро вот но да несмотря вот на эту странность такие такая цена на билеты на два и на сегодняшний день на третий день нам выдали еще одни билеты по 70 евро то есть по сути общая стоимость билетов на три дня вышла в триста триста пятьдесят триста шестьдесят евро это но это около еще четырехсот пятидесяти долларов то есть да что можно получить с этими билетами ты получаешь доступ во всех зонах что касаемо там аттракционов куколных театров каких-то выступления развлечения то есть какие-то комнаты там для детей развлечения то есть это входит уже стоимость этого билета то есть по сути имея этот билет на руках ты имеешь доступ ко всем развлечениям на территории парка и если до сейчас посчитать только билеты в диснейленд и проживание это уже около 900 с чем-то долларов не включая трансфер и не включая ужин который уже входит в стоимость этого тура то есть с учетом с учетом с учетом минусов дрем-три-поинтов баллов получается 600 с чем-то стоимость дрем-трипа в дрем-трипе и 900 с чем-то если это было бы отдельно но если учесть что для тех людей которые на сегодняшний день активно развивают клуб им эти поездки обходятся абсолютно за за ноль долларов ноль да 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 ну в общем поездка она так и обходится в около тысячи долларов если это люди будут делать самостоятельно для членов клуба дрем-трипс это в 600 680 долларов отлично ну слушай ну 300 долларов даже это нормальная экономия это практически 20 тысяч рублей почему нет да это практически 20 тысяч рублей это как раз что те деньги которые вы так или иначе потратите здесь на территории потому что здесь ну просто огромное количество в магазинах разных там стори сторис эти всякие магазины лего и просто здесь детьми вам просто нужно запасаться терпением а самое главное если вы сюда приедете детьми вы дайте обещание что вы купите только одну игрушку я шучу конечно своих детей ничего не жалко надо их пора по максимуму радовать но я вам скажу так что здесь больше даже кайфуют взрослые чем дети потому что ну увы для наших детей на сегодняшний день существуют совершенно другие герои это герой нашего детства это к сожалению задавая вопросы очень часто мы слышим ответ что они конечно же не знают или может быть просто слышали об этих героях но подробности ничего не знают поэтому конечно это же это наша сказка на что для взрослых поэтому не зря говорят что дисней лэнд взрослые кайфуют больше чем чем свои дети говорят дисней лэнд уже не тот это уже не тот или говорят что да или говорят что взрослые нашли под себя как бы ну нашли такую некую отмашку да полететь и развеселить детей но на самом деле кайфуют сами да здорово здорово но вот давай резюмируем то есть вот на самом деле вот смотри такие самые вот яркие эмоции вот что ты испытал за эти дни и все-таки вот название нашего эфира ожидания и реальность и что ты ожидал и что-то увидел да смотрите то есть в любом случае вот как я и начал эфир я говорил что очень часто люди да говорят о том что куда вы едете куда вы ломитесь да еще со своими детьми вас там никто не встретит не будет никакого дисней лэнда да то есть первым делом я даже знаю людей которые даже взяли дополнительные больше денег для того что если это будет не так там чтобы у них было арендовать там отдельную гостиницу если что если в случае что-то будет представляете то есть настолько люди ограничены тем что говорят другие что они даже запасаются деньгами ну в случае не будет гостиницы там нужно будет что-то снимать это первое да то есть реальность она такова что ты ее понимаешь в тот момент когда ты находишься здесь что я имею ввиду честно я никогда в жизни бы не просто ну не прослезился вот в следующей ситуации мы ехали на автобусе то есть мы выехали из гостиницы гостиница находится на крае парижа так что это близко к к самого диснейленду и мы сюда ехали и было конечно очень много детишек там и африканских когда мы только подъезжаем в парку а там такая красивая большая надпись диснейленд и куда проезжает машина то дети просто начали прыгать и начали плакать просто когда они просто увидели вот этот надпись этого микки мауса большого диснейленд просто начали рыдать дети то есть представляешь насколько вот это фантастически я даже сейчас рассказываю мне аж да мурашки по телу идут то есть все прелести этого ты понимаешь здесь да когда ты находишься в москве ну диснейленд да прикольно но когда ты ощущаешь это видишь реакцию детей как они реагируют на это как их аж аж трусит вот так вот это да это невероятно круто круто оценка оценка путешествия оценка поездки по пятибалльной шкале да в общем смотрите у меня конечно есть чем сравнивать потому что я был пяти трипах да и из этих 5 дрем-трипов диснейленд и малайзия это топовые трипы но лично для меня конечно может быть люди получат огромное количество удовольствия и в тех других тот же там не знаю португалия та же румыния в трансильвании везде по-своему но лично мне то что вот мне понравилось это конечно малайзия и вот этот трип в диснейленде это это топовое то есть люди которые сюда если будете приезжать конечно скачивайте себе приложение очень удобное приложение в apple store где вы можете скачать открывая приложение вы видите прям по минуту на следующем мероприятии где проходим то есть даже не то что было а вот допустим там через 15 минут начинается там какое-то выступление там в куколном театре вы туда едете там вот там забронировали там лифт там есть такой аттракцион наверняка люди которые были здесь в диснейленде он такой весьма скажем так известный аттракцион лифт получается такая большая гостиница ну старый якобы там голливуд отель и там внутри заходишь и там лифт и в темноте тебя бросает вверх-вниз вверх-вниз и там вниз и потом обратно еще раз вниз ты думаешь что в уже все приземлился там еще раз и вот это неожиданность темноте она конечно дает там ощущение а самое главное что снаружи гостиницы ты слышишь такие крики что ты понимаешь что это круто стоять в очереди здесь это прикольно ничего страшного надо надо попробовать кайф олег ну что друзья с нами был на связи наш специальный корреспондент олег прямо из парижского диснейленда обязательно узнай чей же это замок заложки либо скачьи красавицы привет всем всем ребятам которые в dreamtrip и всем странам привет из россии ну конечно друзья нужно всем членам клуба пользоваться продуктом да не только членам клуба это невозможно передать словами это нужно испытать прочувствовать и вы навсегда влюбитесь в этот проект в этот стиле жизни я уверяю как это случилось и у нас и миллионов людей по всей планете да друзья спасибо что нашли время зашли я представляю как это приятно особенно для тех людей которые когда нибудь мечтали бы здесь увидеть вот это место в прямом эфире иногда даже не верится что ты здесь находишься наверное все это осознание приходит после того как уезжаешь начинаешь смотреть видео и ты начинаешь еще больше это ценить поэтому обязательно воспользуйтесь этим dreamtrip это на самом деле останется но впечатление надолго класс класс олег все хорошего вам отдыха всем привет ждем фотографии которые мы вставим в нашу будущую презентацию слайды как наши ребята были в dreamtrip и в париже все всем пока ребят всем спасибо пока пока да всем пока хорошего дня